Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, он у вас достаточно краткий, поэтому я его прочитаю сразу и дам какой-то свой комментарий. Я запуталась между тремя мужчинами, все хотят быть со мной, я стараюсь держать дистанцию со всеми. Не всегда получается, я боюсь потерять каждого, понимаю, что этот страх владеет мной, каждый мужчина что-то для меня значит, что мне делать. Я теряю себя, потому что думаю о них, и боюсь их потерять. Понимаете, в чем штука? В первую очередь здесь вопрос, наверное, с той стороны, с которой вам было бы легче всего пройти к этой проблеме. Вот, с той стороны. Это вопрос, пожалуй, о значении мужчины для вас. То есть вам было бы легче всего начать со значения мужчины. Вот, посмотрите, например, на людей, которые вам дороги, ну, рядом с вами. Кто это может быть? Родственник, значит, друг, какой-нибудь коллега, знакомый по вашей работе, например. Может быть, это кто-то, кого вы, допустим, опекаете, да, то есть вот, кого вы оберегаете. Если у вас есть домашнее животное, то, соответственно, можете обратить внимание на него. О чем я здесь пытаюсь сказать, когда для нас кто-то, что-то, значит, это всегда амбивалентная история. Что значит амбивалентная? Это значит двухсторонняя история. Это значит, что, с одной стороны, в этом вы хотите чего-то для себя, с одной стороны. То есть вам хочется чего-то для себя. Но с другой стороны, вы же хотите и что-то для другого. То есть для того, кто для вас, вот, представляет какое-то значение. Вот вам нужно начать с того, как мне кажется, вам нужно начать с того, чтобы постараться выделить значение. Для вас, мужчин, чего вам хочется для себя в контексте человека? Для чего вам хочется для него в контексте человека? И если вы будете с собой честны здесь, очень быстро, очень быстро, вы придете к пониманию. Придете к пониманию, что вам нужно. Придете к пониманию, чего вам хочется. Придете к пониманию, как вам, как вы испытываете ту или иную потребность, в чем эта потребность и так далее. Но это будет нелегко, потому что придется признавать таким образом, что вы, то, что вы думаете о себе, не совсем право. Придете признать, что собственный образ себя, который у вас есть, он несколько искажен. И вы можете не принимать этот образ себя. Будет тяжело. Например, если какой-то мужчина дает вам почувствовать себя в определенной позиции, или какой-то мужчина дает вам возможность почувствовать себя как-то, то, совершенно естественно будет, что без него вы себя такой не чувствуете. Если вы без него такой себя не чувствуете, значит у вас есть какой-то дефицит. И этот дефицит вам нужно будет признать, а это страшно, потому что здесь вы сталкиваетесь с уязвимостью, слабостью, страхами, тревогами и так далее. То есть вариантов вообще говоря довольно много. И скорее всего здесь будет сопротивление. Ну как правило, так бывает. Потому что, например, признать, что, допустим, у вас, знаете как, ну, в какой-то степени может быть потребительское отношение к человеку, да, или к мужчине, вот. В данном случае речь идет больше про мужчину, поэтому мы стараемся и говорим про них. Вот. Признать, что у вас может быть потребительское отношение, значит, ну, наверное, признать себя в чем-то, чем-то не очень привлекательным, да. Вот. И, соответственно, это, ну, практически всегда довольно болезненно, вот. А, поэтому, вероятно, вероятно, вы будете пытаться этого, ну, этого избегать, вы будете пытаться этого, как-то вот, дистанцировать от этого. А это то, с чего, это то, с чего вам нужно начинать, как мне кажется. Потому что все трое мужчины, вам совершенно очевидно что-то дают. Вот. 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 Ну, как правило. Что это может быть, да. Может быть ощущение. А, спокойствие, это может быть ощущение. А, собственно, не значимости. Это может быть, а, может быть, а, ощущение, а, что, а, что вас любят. То есть ощущение, а, ну, такое вот принятие получается. Вот. И еще могут быть, а, какие-то варианты, ну, ну, еще могут быть, а, какие-то варианты. Вот. То есть вообще вариантов, а, довольно много. Те варианты, которые, например, привожу я, да, это лишь столько малая часть. Скорее, скорее всего, это гораздо больше. И, соответственно, нужно смотреть конкретно ваши истории. То, что вы боитесь потерять. Да. То есть вот то, что у вас есть страх потерять. Это говорит о внутреннем конфликте вашем личном. То есть у вас, внутри, ну, внутри у вас есть личный, личностный конфликт. Вот. А, который нужно тоже выделить и решить. Ну, вместе с тем, немаловажным аспектом является, на мой взгляд, то, что вы, как мне кажется, боитесь близких отношений. Вот. Мне кажется, что вы боитесь близких отношений. Я имею ввиду таких, знаете, по-настоящему близких и по-настоящему интимных. И я сейчас не про секс говорю. Вот. Мне кажется, что это очень важный момент. Вроде бы, вроде бы вы встречаетесь с, ну, вроде бы вы находитесь в отношениях с тремя мужчинами, да? Вроде бы вы активны. Вот. Вроде бы вы активны. Вроде как вы активны. Но, по факту, вполне может быть, что по-настоящему близких отношений вы боитесь. Вот. Так бывает очень часто. Вот. Подобные возникают очень часто. Почему это связано? Потому что, ну, более близкие отношения могут быть балеринами. Балеринами. Могут быть травматичными. Вот. Для вас. И. Соответственно. Вы пытаетесь пытаетесь этого избежать. Вот. Ну, только. Вот. Может быть, не осознаете этого не замечательного. Вот. Здесь, в таком случае, работать, рекомендуется. с личными границами. Прогнами. Иногда с чувствами ракетными. То есть, что-то, ну, такие вот, знаете, достаточно серьезные негативные чувства. Типа обиды. Иногда ненависть, иногда какие-то еще чувства, то есть по сути вот картинка, она вот наверно такая в обществе своей. Но понятно, что нужно здесь смотреть более подробно, более детально, потому что так вот что-то непонятно. Так, ну могут быть разные варианты, но вот то, что вы описываете, похоже, по крайней мере, пока что вот именно на такую вот историю. Ну, именно на такую картинку. Дальше. Значит, вы пишете, так, я стараюсь держать дистанцию со всеми. Ну вот тоже достаточно интересный, как мне кажется, момент. Вот. А для чего вам держать дистанцию со всеми, кто вам нравится? Да. То есть как-то, как-то это вот не совсем, ну не совсем логично, как мне кажется. То есть, если вы, если вам это нравится, то, ну как бы, как правило, же хочется, не знаю, с этим человеком наоборот как-то сблизиться. Но не вам. Вы старайтесь держать дистанцию со всеми. О чем вы говорите? О том, что вы научились. О том, что у вас есть опыт. И опыт этот, к сожалению, негативный. Негативный. Вот. Дальше. Вы говорите, не всегда получается держать эту дистанцию. Это правда. Не всегда получается. Получается. Но, давайте подумаем вот о чем. А если у вас не всегда получается держать дистанцию, чем это связать? Как происходит? Получается, что вы эту дистанцию нарушаете. Я боюсь стрелять каждого. Понимаю, что этот страх владеет меня. И каждый мужчина что-то начал меня. Но, понимаете, как я надеюсь, вы увидели из моего ответа Значение человека, человека. Для вас. Именно значение. Именно значимость. Значимость человека для вас. И. Страх потерять. Не связано между собой. Не напрямую. Потому что страх потерять, это не совсем проозначимость. Про желание что-то получить от человека. Что мне делать? Но я бы рекомендовал, конечно, психотерапию. Я теряю себя, потому что думаю о них и боюсь потерять. Я не думаю, что вы теряете себя по этому. Я думаю, что вы теряете себя, потому что склонны в принципе обосцениваться. Себя. То есть это началось не сегодня, это началось не вчера. Вот. Вы склонны в принципе обосценивать себя как лично. И это очень важный момент. Это дело здесь не мужчина, на самом деле. А дело здесь не мужчина. Это. Мужина. Это. Это. Просто. Скажем так. А. Ну. По-казацки. В. Прекimmune. Иом parceки. Мы сейчас все LOVE. Я в этом уверен, я в этом абсолютно уверен, и я думаю, что у вас есть такая вот мысль про себя, что без них, то есть вот без мужчины, да, я ничего не начал, тут мне обязательно нужен мужчина, чтобы я что-то начал. Обязательно нужен мне кто-то, чтобы я чего-то стоил. Вот. И я просто не хочу, чтобы вы, ну, путали, чтобы вы путали эти вещи. Понимаете, да? Поэтому давайте постараемся, по крайней мере, признать, да, что терять у себя уже давно. Вот. А терять у себя уже давно. Скорее всего. Просто вот пытаетесь вы как-то этого не замечать, да, но вот получается у вас это, видимо, не очень. Вот. Вот, 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 вот. Мы сейчас посмотрим. А с sensing, но в самом самом деле, сам не было ничего такого. Один был, конечно, не был, но это не было ничего такого. И хотел отчасти это. Эта помощь получает, вот, потому что вы созависимы, получается, вот, но будучи созависимы, вы очень мало информации о себе подоставили. Такое ощущение, что успешно. При этом, вкладывая определенные деньги в такую спешку, вы такое ощущение, что хотите получить быстрый ответ. Но это так не так не работает. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой и желаю вам всего самого доброго до конца. До свидания! До свидания!